Но на улице из Санкт-Петербурга тем временем вышло современное искусство. В городе на Неве впервые проходит международный арт-форум Граффест. Как уличные художники совмещают свои творения с кино, анимацией и даже цифровым искусством, увидел Александр Чешенок. Так выглядит идеальный мир. Во всяком случае, в представлении участников международного арт-форума петербургские граффити 2011 Граффест. У них появилась редкая возможность создать свое коллективное произведение без спешки, открыто, не таясь от полиции, которая чаще всего воспринимает этих художников как вандалов. Сами они с таким определением категорически не согласны. Если неприличная надпись на стенке написана, это же в общем вандалы. А вот если вот такая красота, и кто скажет, что это вандализм? На самом деле, по мнению и художников, и искусствоведов, все гораздо сложнее. Это большой пласт уличной культуры, где есть и свои гении, и злодеи, и все на свете. Есть у граффити и своя история, причем гораздо более давняя, чем у любого другого вида изобразительного искусства. К самым древним его образцам относят наскальные рисунки первобытных людей. С этим нереально бороться в итоге. Это нужно, наоборот, поощрять. Чем больше ты это поощряешь, тем меньше становится грязных улиц. Примирить противников и сторонников этого направления уличного искусства пытается американский художник Эван Ротт. Он приехал на арт-форум, чтобы дать мастер-класс в видеограффити. Созданные в компьютере и затем нарисованные лазером, эти изображения остаются надолго лишь в памяти зрителей, но не на стенах домов. Главная идея — соединение цифровой культуры и культуры граффити на основе общей тенденции к хакерству. В Петербург самого именитого цифрового художника мира завлекли предложением показать коллективное творчество участников мастер-класса на разведенном крыле дворцового моста. Никогда прежде ему не доводилось проецировать свои произведения на такие поверхности. Но о творческих возможностях, которые открывают перед художниками разводные переправы через Неву, Эван хорошо наслышан. Именно в этом городе год назад на Литейном мосту появилась гигантская граффити, о котором тут же узнали во всем мире. Несмотря на разразившийся тогда скандал, исполнители этой акции в конце концов были награждены Российской государственной премией в области современного искусства «Инновация». В этом году на Дворцовом мосту все прошло гораздо спокойнее. Участники арт-форума не стремились эпатировать зрителей, а лишь хотели развлечь собравшихся веселыми картинками в излюбленном стиле. Александр Чижинок, Марк Тюнев, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.